Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1099. События дня. 2 Коринфянам 10.4. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится за 19 декабря 2018 года. Ну и наше объявление. Можно затормозить и прочитать. Три видеоролика. Вот такое. Владимир пишет. Это тот ролик с Сергеем Кэ. Видел, понравилась фраза Сергея, что они сплочены вокруг попов. Хотелось, чтобы вы прокомментировали во свете Библии с Хи и Гуминой Илью. Ведь слов за Христа всего проповеди я не услышал. С уважением к вашей святой жизни, Владимир Хаарин. Ну, а то, что там Сергей Козлов говорил, и говорил правильно, и понравилось. А тут я не хочу рассматривать все это. Не говорил, да и не говорил. Гору Русских Гусейнов. Можно ли полностью избавиться от злопамятия? Слово такое сказал. Конечно, можно, когда человек имеет страх Божий. Злопомнение уподобляет дьяволу, говорит Ян Златоуст. Вот у старообрядцев это. Они никак не могут Никона просить. И по сегодняшний день точно так же. Самая злопомнящая организация, какую пришлось встречать, это старообрядцы. Уже немцы, фашисты, коммунисты, все примирились. Но не они. Сергей. Аминь. Спаси тебя, Христос, отец Игнатий, за молитвенную поддержку. Моей немощной, но стремящейся к Богу душе. Это Игнатов, видно. Димитрий. Кто может? Направьте Роману Малышу. Здесь все ответы на его псевдодоводы. Как-то жалко его, что ли. Где он сейчас, неизвестно. Разрушение теории плоской земли. Я не знаю, где он есть. Я молюсь каждый день о нем. Сергей Евтушенко. В этом нет смысла, я вас уверяю. Я ему сбрасывал огромное количество видео и литературы научной и практической. Все аргументы он бьет просто. Мы живем в иллюзии, созданной масонами. Димитрий. Братья, лично общался с летчиком, космонавтом. Дядя у меня в советское время был в числе претендентов на полет в космос. Сейчас обыкновенный военный пенсионер. Как же Роман не понимает, что этот дух противления в нем уже трудится? Ведь он немало прочел духовной литературы. Сергей. Дух этот им сильно обладел. Говорит, мы живем в планетарии. Собственным глазам и ушам не верит. Димитрий. А вы знаете, где он хоть сейчас, Сергей? Нет, я его заблокировал. Вероятно, в Украине. Димитрий. Да, там вообще рассадник ересей. Жалко его по-человечески. Сергей. Конечно, жалко. Но, как говорится, если человек сам себе не поможет, то ни я, ни Бог тебе не поможет, как Ян Затаус говорит. Далее Елена подключилась. У него канал на Ютубе был. Может, еще что-то и ставит там? Загляните. Жалко его. Сергей. Я ему даже сайт нашел с путевками в Антарктиду, чтобы съездил, посмотрел. Но он побил мой аргумент планетариям масонов. Димитрий. Казалось бы, такой вопрос, не имеющий отношения к спасению, а как сатана все извернул, просто немыслимо. Сергей. На пустом месте этого не бывает. Значит, есть за что засыпиться. Человек-то он хороший, но, видимо, в глубине его жизни что-то есть. Какой он трудяга, и отзывчивый, и терпеливый, а тут бац, и все. Димитрий. Да. Я сам вот не понимаю даже. Ну, вот так. Вот выступил, мне прислали материал Петр Михайлов. Блаженный Иероним Стридонский. Какая-то нужда, которая, разрушая брачный союз, требует свободы девства. Горе не праздном и дающим в те дни. Матфея 24, 19. Марка 13, 17. Луки 27, 23. Апостол Павел живо ощущал второе пришествие Господне и ожидал его со дня на день. А если при пришествии Господнем будет скорбь великая, какой не было от начала мира, то действительно горе кормящим грудью беременным в те дни. Поэтому логично, что апостол Павел говорит приблизительно так. Старайтесь жить воздержанной жизнью, даже женатая. Ведь Господь предупреждает, что будет горе, скорби по плоти тем, кто будет беременны, кормящим последние дни. Вот еще, как мне кажется, важное свидетельство апостола Павел говорит их женщинам, чтобы они оставались девственницами. Есть разница между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. 1 Коринфянам 7, 33, 34. А теперь ответьте мне, где в Писании говорится, что женщины проповедовали? Этого не было ни тогда, когда Христос посылал апостолов на проповедь, ни в книге Деяния апостольских, или в посланиях. Это было бы безумно, отпускать женщин от них-то. В восточных странах до сих пор женщин не отпускают без мужчин ходить по улицам. А тем более в другой город никто женщин не отправлял. В перечислениях сотрудников апостола Павла нет женщин, вместе с ним упоминается только мужчина. Получается, апостол Павел советует женщинам не ради миссионерства оставаться девственницами. По вашей логике получается, что Павел разрушитель брака. Получается, что не святые отцы, святые не понимали Писание, а вы его неверно трактуете по собственным похотям. Вот он пишет Дея с одному, дмухи, мухи, мухи помойные. Святой Иоанн Златоуст, привожу цитату, которую вы привели не до конца, в которой святитель поясняет, что такое настоящая нужда, кавычки. Наступает такое смятение, такая тяжесть забот, такое множество обстоятельств жизни, что вступившие в брак против воли весьма часто принуждены грешить и заблуждаться. Сначала была предложена не такая степень добродетели, но было позволено и отомщать обидевшему, и отвечать порицанием порицающим, и заботиться о богатстве, и давать неложную клятву, и выкалывать око за око, и ненавидеть врага, и не запрещалось ни наслаждаться, ни гневаться, ни разводиться с женой, и жениться на другой. Мало этого, закон позволил даже иметь двух жен, в одно время и вообще было большое снисхождение в этом и во всем другом. Но после пришествия Христова путь сделался гораздо теснее, не только потому, что от нашей власти была отнята эта невыразимая и великая свобода во всем вышесказанном, но и потому, что даже такую жену, которая часто уговаривает и принуждает нас против воли во многих грехах, нужно иметь всегда при себе, а разводиться с желающим может тогда, когда она будет обречена к прелюбодеянии. И не только поэтому добродетель трудно исполнима для нас, но и потому, что если живущая с нами имеет обсносный характер, множество забот о ней и о детях не позволяет нам даже на малое время взглянуть на небо, производя как бы постоянное головокружение, возмущающее и потопляющее нашу душу. Смотри, муж желает вести счастную, безопасную и спокойную жизнь, но видя, что окружающие его дети и жена требуют многих издержек, он против воли бросается в омут общественных дел. Как только он попадает в него, то нельзя сказать, сколько представится ему поводов грешить, гневаться, клясться, брониться, мстить, притворяться, многое делать из лести, многое из ненависти. Как же ему можно, вращающемуся в таком омуте и желающему отличиться в нем, не запятнать себе грязью многих грехов? Если кто обратит внимание и на домашние дела, то найдет такие же еще большие затруднения от жены. Здесь нужно заботиться о многом, о чем муж сам по себе не нуждается. Это в том случае, когда жена скромная и тихая. Если жена своенравна, упрямая и невыносима, то это мы назовем уже не только затруднением, но наказанием и мучением. Как же будет состояние идти путем к небу, требующим мног свободных? И легких, и души бодрые и благоукрашенные. Тот, кто имеет столь тяжелое бремя, связанное такими узами, и постоянно влечется вниз этой цепью, то есть злобой жены. Далее пишет Петр. Ваши аргументы очень слабые. Во-первых, сама глава начинается с того, что Коринфяне в письме спрашивают у Павла о некоторых аспектах брачной жизни. Если бы Павел желал отбирать именно миссионеров таким образом, он бы делал это лично при встрече, а не отвечая по ходу дела на письмо. Ведь миссионеры – это очень важные сотрудники Павла. Неужели за год и шесть месяцев своего пребывания в Коринфе апостол Павел не смог рассказать о самом великом деле христиан – благовестии? «Безбрачным же и вдовам, говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступать в брак, нежели разжигаться» – 1 Коринфянам 7, 8, 9. «Заметим, что Павел советует жениться не тем, кто не хочет быть миссионером, а который осознает, что не сможет воздерживаться. Во главу угла ставится возможность или невозможность воздержания. А если учесть, что почти все христиане были благовестниками, то, по вашей же версии, получается, что апостол Павел разрушал брак в миссионерских целях». Ну, вот так. Это вот ответ он такой дал. А тут я взял две биографии Марии Магдалины и Нины Грузинской. Вот женщины были посланы, и они в одиночку трудились. Хотела привести примеры какие, но пока нет. И наши ресурсы. Это вот «Мой мир», ленточный наш форум и канал. Вот канал. Сейчас посмотрим обновить. 271. Вот этот Андрей Смирнягин. Говорит, это для студии где-то, радиостанции. Это вот воспоминания моей о Матери Марии сегодня были 8 часов назад. 331 посетитель, просмотр. Ну, и так. И самый богатый – это наш сайт. Его что-то тут я и не увидал даже. Вот он, где как выглядит. Православный библейский сайт. Самые ценные. 4124. Ответа по темам. Ну, вот пока на сегодня это всё. Вчера как раз это у нас был день святителя Николы. 19 декабря 2018 года. Его жизнь. Всё.